блуждая по интернету я однажды наткнулся на небольшую фотографию с изображением декоративного столика и вспомнил что когда-то еще во времена перестройки мы что-то подобное делали нашим новоиспеченным коммерсантом делалось сауна в которой вот что-то подобное вот такого столика мы делали естественно эти были времена никаких программ не было эскизы делались как говорится на коленке на тетрадном листочке ничего этого не осталось и к сожалению как в то время часто бывало этим коммерсантом немного помогли и ихний бизнес вместе с сауной сгорел это было в порядке вещей в те времена и я решил немного восстановить в памяти то что мы делали и заодно параллельно написал видео урок которые предлагаю вам посмотреть итак приступим к построению начнем построение с ножки стола перейдем в фронтальный вид для того чтобы нам не выбиться из размеров мы сделаем определенный контейнер зададим ему размеры так 570 миллиметров на 70 миллиметров так обнулим параметры чтобы у нас по центру это все встало и теперь наша задача его поставить на нашу условную вот эту вот плоскость он нас 570 опорная точка по центру значит набираем половина 570 так это 285 и у нас встает на свое место а следующий этап нам нужно создать вот эти прямоугольные элементы сверху и снизу для этого переходим на вид сверху и строим бокс задаем ему параметры 70 на так на 70 и на 200 8 так а для того чтобы он у нас встал по центру точно мы обнуляем все параметры здесь и у нас стоит так как опорная точка у него находится внизу он встает по центру оси координат то что нам и нужно следующий элемент проще всего построить просто взять и скопировать его а единственное что он по законам композиции он должен естественно быть этот элемент короче ну пока его сделаем чисто условно короче просто возьмем сделаем не 200 его 150 потом это все мы можем под редактировать уже на готовом столе так вот у нас получается заготовка под ногу а теперь нам вот в этой паузе нужно вставить точеный элемент для этого также фронтально переходим сеточку убираем чтобы она нам не мешала так сделаем еще вспомогательные здесь элементик чтобы у нас рисунок не бегал но где-то где-нибудь вот так вот поставил так и возьмем линию и начертим так вот такую ломаную линию один элемент второй элемент третий элемент и здесь мы так и конвертируем это сразу редактируемый сплайн и на вертекс и на точки выходим а сейчас нам нужно немного под редактировать для этого возьмем чуть-чуть переместим вот так вот так вот у нас точки на одной линии вот для этого нам нужен был этот прямоугольник чтобы плясание не было а сейчас редактируем то есть задаем безе этим точкам и делаем окружность потом мы можем более точно отрегулировать пока так чисто условно также безе так эти крайние нас конор безе таким вот образом так и сразу немного чуть-чуть утопим сюда и немного оторвем от этого прямоугольника чтобы у нас немножко присоединение был какой-то наклон дальше здесь тоже самое конор безе и то же самое сделаем здесь вот получили такой вот сплайн так сейчас убираем на все лишнее то что нам не нужно теперь вот этот выделяем сплайн модифай и применяем ему модификатор late токарная станок как называется вращение берем минимум так берем ось вращения и выставляем ее вот таким вот образом так что у нас получается у нас получается вот такой вот элемент он потом мы все это под редактируем так немного вернемся назад то есть мы выйдем сюда на точке и вот эти точки нам нужно немного сгладить то есть применяем модификатор или филет или чамфор но применим филет потому что таких жестких переходов нам просто не надо так хорошо ну вот так вот уже наверно будет получше а следующее что нам нужно срастить вот эти все три элемента они находятся по отдельности между ними разрыв здесь у нас крышки открытые внутри нажимаем f4 чтобы увидеть грани модифай изменить и вот видим что у нас здесь 16 сегментов по центру если мы переходим сюда то у нас здесь всего четыре сегмента то есть для того чтобы нам нормально аккуратно срастить нужно сделать тоже 16 это у нас получается по 4 сегмента на каждой стороне разбить нужно будет но для того чтобы нам потом было удобнее сделать царги мы разобьем не на 16 а разобьем на 20 то здесь мы построим нечетное число таким вот образом раз два три четыре так вот пять и здесь пять вот по центру у нас здесь пойдет царга хорошо следующий то же самое здесь делаем пять делаем пять окей и здесь исправим у нас не 16 будет а 20 окей вот у нас все теперь должно быть в порядке а следующий этап что нам нужно все это срастить но для начала мы конвертируем в полигоны берем команду attach и присоединяем оставшиеся эти два элемента вот сейчас у нас это все сросшие единственное что нужно соединить но для этого нам нужно убрать вот эти грани нижние и на этом прямоугольники верхнюю для того чтобы сделать соединение для этого переходим в полигоны так переходим во фронтальный вид выделение включаем внутри выделяем нижнюю часть полигона в дилет убираем и выделяем здесь дилет тоже убираем так переходим сюда включаем не мешали эти грани вот теперь у нас здесь пустоты образовались вот сейчас мы можем уже без проблем срастить это для этого берем команду border border выделяем вот одну грань зажатый control выделяем на прямоугольники и также здесь на нижнюю грань выделяем и верхнюю на прямоугольники и берем команду bridge команду bridge команду bridge и все у нас это сросло пока у нас выделены вот эти грани можно перейти на грани и взять команду чампфор чампфор ну и наверное миллиметр это мало возьмем полтора миллиметра и окей то есть вот мы еще плюс сняли фасочку а для того чтобы нам дальше снять фасочку так мы сейчас включим эти грани дальше снять фасочку нам так выходим у нас здесь стоим мы на гранях нужно вначале включить вот поставить галочку игнорировать невидимое чтобы нам случайно не выделять на обратной стороне так это не то так раз грань с зажатой control мы еще одну еще одну и так еще одну и лоб то есть мы выделили поближе подъездим чтобы удобнее было дальше с зажатой control мы выделяем вот эти вот остальные боковые так и так же команду так же команду чампфора полтора окей вот мы и сняли фасочки так теперь нам нужно то же самое сделать здесь на нижнем элементе так убираем сетку чтобы нам было удобнее так выделяем раз с control по периметру по одной грани берем берем команду лоб так выделили по периметру так далее идем с control выделяем одну вторую вращаем здесь так вот одну вторую и так же берем команду чампфор полтора окей так вот у нас так снимаем убираем грани вот у нас получается вот такая вот нога получилась то есть это первый этап и можно приступать ко второму этапу так на следующем этапе немного подредактируем сетку для этого переходим во фронтальный вид так выделяем modify изменить выходим на уровень граней обязательно нужно снять вот эту галочку чтобы игнорировать невидимые нам нужно насквозь все прорезать будет так переключение на касание и выделяем вот наши эти самые так откроем чтобы нам удобнее было так нам нужно команда connect то есть разбить вот мы берем и разбиваем то есть нам здесь достаточно одного разбиения то есть вот по кругу вот где-то высота у нас царги будет вот такая вот достаточно опускаемся вниз делаем то же самое с этими элементами и здесь connect нам уже здесь нужно два элемента на два элемента разбить окей сейчас мы так перейдем немножко опустим так будет вот такую высоту вот это нижняя связка будет у нас так вот у нас этот элемент в принципе уже практически готов для того чтобы из него получилась нога единственное что нужно еще снизу сделать подкладочку чтобы потом к этому не возвращаться для этого так мы берем так цилиндр это вот такой высоту небольшую там достаточно где-то пять миллиметров пять миллиметров то есть он у нас вот здесь мы его приращивать не будем так мы ну сразу вот возьмем его выровняем по отношению к этому так по всем по центрам так и опустим его поставим то есть вот это у нас будет здесь внизу ножка там кожаная или из фетра это не имеет значения то есть мы берем этот элемент изменить берем оттач и просто его присоединяем и все без проблем не нужно его там приращивать ничего этого делать не будем так на следующем этапе нам нужно выстроить четыре ноги для этого выходим на вид сверху то есть можно это сделать как в предыдущем уроке при помощи команды вот array массив а можно просто взять и скопировать можно просто вот взять команду miller зеркало так по си y копия и на какую высоту у нас столик будет где-то пятьсот пятьдесят миллиметров это с учетом что по центрам 35 здесь четыреста пятьдесят можно свободно делать окей и далее сюда массив сделать по иксам скопии тысячу сто миллиметров в принципе будет достаточно окей вот у нас получились вот такие вот четыре ноги нам нужно их все объединить для того чтобы построить им таргет то есть мы выделяем первый а берем команду attach и приаттачиваем все остальные то есть мы приаттачили а берем команду полигоны но включаем отображение в четыре полигонов и выделяем вот допустим этот полигон так и выделяем с сжатой control вот этот полигон и берем команду bridge так bridge bridge вот она у нас bridge и получаем вот эту царгу одну так то же самое мы делаем здесь так выделяем разворачиваем с control выделяем следующее и команду bridge также теперь нам боковые царги нужно сделать так это раз сразу выделим по парам так и вот так и так же команду bridge так вот мы сделали обвязку царги так теперь нам нужно сделать здесь обвязку вот то есть выделяем элемент 1 с control выделяем 2 разворачиваемся выделяем 1 и так же команда bridge далее нам нужно сделать здесь еще плюс связочки так ну для этого так берем грани выходим на грани так у нас включено касание выделяем грани главное что у нас игнорирование отключено берем команду connect и вот здесь у нас уже сколько нам нужно сколько элементов связки мы хотим здесь построить если мы хотим 3 элемента сделать связки то нам нужно здесь сделать 6 6 штук разбиений так вот 6 окей выделяем то же самое берем connect также 6 окей так и далее переходим вид слева или справа так выходим на точки и начинаем выделять так 1 редактировать 2 берем масштабирование команду и вот таким вот образом съезжаем так 1 и здесь выделяем и то же самое сводим то есть вот у нас будут здесь 3 вот эти вот связочки опять выходим на уровень 2 граней граней выделяем и так же нам нужно команда connect connect только нам уже здесь нужно всего 2 грани окей так 2 грани у нас выходим также на точки и немного растащим их так 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 вот таким вот образом окей так теперь что нам нужно так берем выделяем с грань лишние грани нам просто они как бы они особо здесь нужны мы их просто можем убрать и берем команду его римовый так все мы это все лишнее убрали то есть у нас уже все это готово для продолжения построения и так же переходим на уровень полигонов так берем вот один полигон так масштабирование уберем control так control 2 так и так же берем команду bridge единственное что нам нужно нам нужно с этих элементов со всех снять фаски для этого поступим вот таким то образом побыстрее разберем пересекаем здесь выделяем все все элементы здесь выделяем здесь также выделяем все с control зажатой вот эти все элементы так 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 и нам еще осталось здесь вот выделить несколько элементов здесь также так да что так 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 вот это у нас лишнее не то выделили так 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 это все у нас выделилось и здесь ну это такая длительная работа но нудная но приходится ее делать так вот все ну где-то вот таким вот образом так и берем команду так также chamfer полторы окей ну может быть где-то плюс-минус мы где-то чего-то немножко и вот снизу не сделали но это не особо и нужно так хорошо убираем отображение вот это на этом этапе мы получили вот такую заготовку ну сейчас наверное нужно немного нам изменить вот эти точеные элементы о чем мы говорили то есть для этого вот переходим сюда фронтальный вид переходим на уровень вертексов и вот выделив их мы можем свободно так опа возвращаемся назад нам нужно убрать вот эту галочку чтобы у нас насквозь отображалась все выделялось и вот можем вот таким вот образом перенести раз и можем масштабировать плюс еще два вот так вот сделать сделать их и параллельно смотреть здесь ну наверное где-то вот где-то вот таким вот образом так вот это у нас второй этап и можно переходить к третьему этапу и так все что нам осталось это построить саму столешницу для этого переходим на вид сверху строим наш путь прямоугольник какого размера у нас будет эта столешница так что у нас здесь 1300 это у нас должно быть здесь 1250 1250 и ширина у нас 550 50 вот где-то такую столешницу мы запланировали да так ну потом мы усредним поставим как она должна быть теперь переходим во фронтальный вид и нам нужно сделать здесь профиль который выдавим по этому пути для этого также строим прямоугольник столешница у нас будет в данном случае из наверное тридцатки значит 30 миллиметров и здесь ну так же сделаем 30 30 на 30 так мы и наверное сделаем простую столешницу для этого возьмем окружность ну допустим где-нибудь вот таким вот так вот так выделим конвертируем это в сплайн редактируемый а на уровне сплайнов выйдем attach и присоединим вот этот вот элемент и используем булевые операции для того чтобы нам вот так вот объединить так раз булевые операции присоединяем вот получаем вот такую вот фигуру фигу просто просто можно выйти на уровень элементов выделить вот эти вот элементы дилет удалить то есть вот это у нас получился профиль так мы возвращаем теперь теперь берем нашу наш путь далее modify изменить и модификатор можно можно взять bevel профиль то есть в принципе без разницы и пик берем наш профиль так и получаем нашу столешницу так ну наверное мы сейчас сначала ее как бы выровняем по всем центрам окей и после ее возьмем и поднимем сюда вот так вот 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 и мы получили вот такой вот столик который ну наверное будет очень уместен где-нибудь какой-нибудь бане ну есть конечно здесь минусы ну что уж получилось